Мир всем! Меня зовут Алексей. Я со своей семьей уже как шестой год переехал из города в деревню. Занимаюсь крестьянским хозяйством, живем здесь, выращиваем огород. И сегодня я хотел поговорить о всемирном, таком страшном зле, который сейчас творится. Точнее, как ее назвали, пандемия. Это с греческого означает весь народ. То есть о коронавирусе, который сейчас бушует во всем мире, в том числе и в России. Я живу в России, как в голливудских фильмах, где-то в глубокой Сибири. Мне уже 37 лет, даже если еще года 3 добавить, лет 40, я вот не помню, даже лет 40, 50. Была Великая Отечественная война, понятно, было всем тяжело, и голод был, и все, нехватка пищи. А так вот, чтобы в тихое мирное время и было, как бы, вот такие события, когда все авиасообщения прекратили, границы сейчас с 30-го, сейчас 2020 год, конец марта. С 30-го марта Россия закрыла все, закрывает все границы. Вот, всякие там сообщения, все прекратили, значит, власти всех предупредили, чтобы все сидели на карантине. От всех просят взаимопонимания. То есть, чтобы как-то предотвратить вот эту заразу распространения. В первую очередь, в первую очередь, такой шаг, это карантин. То есть, не давать ей распространяться. Вот, я сегодня об этом хотел поговорить. Если, например, карантин продляется, то есть, ну, как бы, он растягивается слишком долгий. А как мы помним в Китае, когда откуда вся эта зараза пошла, вот, там было так, что даже военные там присутствовали, все. В общем, там уже все это на спад пошло, но, возможно, ну, не дай бог, конечно, может быть, и у нас это быть. Вот, карантин, это то есть, изоляция на какой-то неопределенный срок. Там, неделя, две, три месяц. И как выжить при этом, да, когда ты, например, ну, понятно, что всем людям надо кушать. Вот, как мы смотрим. Я человек в деревне живу, смотрю на вот этот весь карантин. То есть, высказываю свое личное мнение, исходя из того, что, ну, как бы, у меня есть, что я вижу. А еще была история такая, ну, как бы, была в моей семье. У мамы ее отец, мой дедушка, дед Тихон, у него было ружье. А он, ну, он вообще не охотник был. Откуда у него ружье взялось? Он пришел с Великой Отечественной войны без руки, ему руку вообще оторвало. Значит, был голод. Вот не помню, какие-то года были, в общем, то ли проездом, то ли специально. Он рассказывал, что пришли люди с города, ну, или приехали там как-то, не знаю. И это ружье у него выменили за ведро картошки. То есть, он был крестьянином, он жил в деревне, выращивал. Раньше, ну, кроме картошки-то там ничего похожего и не было. Вот, зерно-то не давали, все картошкой кормили. То есть, вот он обменял на ведро картошки, у него появилось вот такое ружье. Вот такая история. Мы живем здесь в деревне, у нас огород, у нас хозяйство. Значит, у нас всегда есть возможность. Мы в летний период заготавливаем там, ну, всякие соленья, понятно, там, помидоры. Тут уже осталось, уже скоро лето. Вот, это как бы подъедаем тут. Грибы, помидоры, капуста, там сок из костяники, варенье всякое. Говорят, что заготавливать? Да что угодно можно. Ведь можно и помидоры с огорода, и капуста. Тут грибы, например, насобирал. Вот, нету одних грибов, там появились, ну, слава богу, другие. Там, не знаю, ягода, например, клубника, там, какая-то каренда. Это даже не обязательно то, что в огороде растет. Даже эти ананасы даже заготавливают. Сейчас я посмотрю даже, кто это заготавливает. Где тут написано? Изготовитель Бангкок. Ну, я не знаю таких, это не наши, это как кто-то из приезжих, наверное. Какой-то Бангкок. Ну, не знаю, ну, это Таиланд, по крайней мере, написано точно. А есть здесь у нас этот пасечник. Вот, соответственно, и мед тоже имейте в запасе неплохо. Мед натуральный, созревший, самое главное. То есть, это получается, когда пчелы закупоривают соты, то есть, запечатывают воском. Вот это называется созревший мед. Это трудоемкий процесс, то есть, там, срезать надо все, выкачивать. Ну, обычно бывают, ну, такие недоброкачественные, недобросовестные пчеловоды. То есть, мед еще не закупорился, его быстренько, то есть, там, проще. Вот. Ну, а тут нет, тут все, как бы, вот, мед хороший. То есть, там, покупаем, либо вымениваем. У него что-то есть. Ну, например, мед у нас его нет. А у нас что-то есть тоже, чего у него нет. Вот такой бартер происходит. Значит, как бы немножечко отвлекусь. То есть, на что? На то, что когда была война, вот, остались те люди, дедушки, бабушки наши, они после вот той, тоже беда была страшная, привыкли жить, ну, так говорят, впрок. То есть, у них был всегда запас какой-то, запас, там, соли, крупы какой-то, муки, сахара, там, еще каких-то продуктов. Сейчас, мое поколение, те, которые младше, естественно, уже живут в более благополучном времени. И, как бы, это благополучное время, оно, естественно, расслабляет. Вот. То есть, зачем тебе что-то заготавливать? Ты вот утром проснулся, пошел, купил в магазин, там все есть. Это хорошо, когда, конечно, все есть. Но, например, если там, к тому же магазину, там, одна-две фуры, там, не приедь вовремя, то полки начнут пустить, в итоге там ничего не будет тоже. Вот. В этом отношении, как бы, мир нынешний, он расслабился, сильно расслабился. То есть, мало у кого сейчас есть, ну, или до того было что-то в запасе, чтобы человек мог изолированно прожить, там, ну, я не знаю, месяц, может быть, может быть, больше. Вот. В этом отношении мы, живя в деревне здесь, мало того, что у нас деревня специфическая, у нас нету дорог в зимний период, тем более, ну, и, там, в период перехода, весна-осень. Вот. То есть, мы как-то привыкли все равно жить впрок. То есть, осенью там что-то закупил. Вот. Также, также все соленья, там, картошка, еще что-то. Живя на деревне в земле, то есть, это поможет человеку пробыть в карантине какое-то время. Вот. По крайней мере, ну, не пороть горячку, там, в ужасе, там, куда-то не бежать, в город ехать, нету смысла. Потому что, ну, если что-то у тебя, там, ну, что-то прям совсем не случится, там, я не знаю, что, может, что-то умирать будет или что-то, там, я не знаю. Ну, вот. А так сидишь, как бы, даже если ты имеешь бумажные деньги, ты их кушать не будешь, они тебе не помогут. То есть, нужна реальная, ну, еда, так скажем. Вот она, она есть. Она реальная, она натуральная, мало того, что, там, грибы, ягоды, не знаю, насобирал. То есть, ты уже, уже какое-то время сможешь прожить. Мука у тебя там есть, какие-то крупы, каша и так далее. Вот. Вот это, пустые бутылочки. Сейчас весна, мы сейчас будем собирать березовый сок, тоже готовить его на экспорт. Ну, это я так называю экспорт, то есть, будем его продавать. Вот. Это тоже, как бы, хороший момент. Тот был, березовка, которая была у нас с того года, она уже закончилась, уже все выпили. Ну, вот сейчас, уже через неделю, может быть, мы начнем собирать уже новую. И я сейчас расскажу дальше, значит, это то, что вырастили мы сделали, а что еще ежедневно приносит тебе хозяйство, которое есть в твоем распоряжении, там, большое или маленькое, там, не важно, какое оно у тебя есть. Вот мы сейчас посмотрим, ну, воочию, как бы, это все относится к продовольственной безопасности, ну, как бы, в твоем маленьком государстве, как в семье. То есть, я расскажу, вот, как я это вижу. Идем. Значит, еще один момент. Продовольственная безопасность, живя в деревне, это, вот, собственное хозяйство. Я сейчас покажу, что мы получаем каждый день. Вот, то есть, опять же, не ходя в магазин, никуда не выезжая. Естественно, это появилось не сразу, это ты имеешь заранее. Вот, выходи. Натуральное молоко козье. Оно всегда у тебя есть, оно полезное, оно нужное. Доброе. Господи, надо словить. То есть, ты имеешь всегда натуральный продукт, но это, что касается именно молочки. Также мясо. Вот, можешь посмотреть на мясо хрюкающее. Вот оно, наше мясо. Хрюкающее. Молодое. Должна скоро водить. Пошел, где ушел, куда-то. Да. Надо пушка ползать. Игра, иди сюда, будешь молочком? Ну, иди сюда. Смотри, он у меня любит молочком. Она быстро здесь стоит, ждет его. Жулья, на улице убежал. Вот, сейчас мы надоем молочка. То есть, ну да, сейчас просто так. Мы заранее делаем там, ворон, например. Вот. Сейчас мы посмотрим, сейчас я покажу еще, что есть, чего можно собрать. Сейчас мы в курятнике, и мы соберем яйца. Яйца это тоже очень нужный и полезный продукт. Тем более, они не прорваны. И у курьи мы не кормим. Значит, хочу подчеркнуть, что, живя на земле, человек имеет некую продовольственную безопасность. Вот, о чем я все это говорю. То есть, в случае, вот, я говорю, сейчас было мирное время, войны не было. Вот, но, как бы, уже такие серьезные меры принимают, потому что, ну, не надо относиться легкомысленно к этой болезни, к этой заразе, которой нет смысла сейчас, ну, нам, простым гражданам, там, размышлять, там, или, там, кого-то винить, как говорится, рукотворных дел, это и нет. Ну, там, склоняются к мнению, да, что это рукотворно сделано, ну, к примеру, вот, но это ничего не меняет. Человек все равно, ему надо жить, он хочет кушать, вот, и, живя в деревне, вот, как я уже говорил, я чувствую, что люди здесь более, как бы, продовольственно подготовлены, что ли, у них есть определенная подушка безопасности. Ну, и последний, третий момент, пожалуй, как нам, верующим людям, и вообще христианам, которые есть, ну, в мире, да, там, как относиться, вот, к этому явлению, такому страшному, как, ну, зараза, там, неважно, там, коронавирус, там, эпидемия, там, еще что-то, вот. Вот, я сейчас управлюсь, приду домой, и обязательно, ну, мы об этом поговорим немного. Говорят, как, как выжить крестьянам в коронавирус, ну, или, там, в изоляционный этот период, так, мне кажется, наоборот, что как раз крестьяне-то и выживут, крестьянам-то легче будет выжить. Ведь это же, по всей видимости, ну, то, что сейчас происходит, у меня так кажется, это всего лишь, ну, такая, хорошая тренировка. Вот, потом-то явно будет еще хуже. Потом будет еще хуже, еще сложнее. Так что, надо просто, ну, готовиться. Значит, что касается христианина, как ему быть при вот этой пандемии, там, коронавирус, будет какая-то другая эпидемия, быть спокойно. Христианин ко всему готов. Значит, любой христианин знает, ну, если говорить по-детски, какова цель в жизни. Если говорить по-детски, то это, там, достичь рая, или, там, быть в раю. Вот, если уже взрослым языком, то есть, достичь царства небесное. Вот, это все знают. Как достичь? То есть, в первую очередь, мы должны верить в Бога, в вторую очередь, подтвердить это своими делами. Вера и дела. Вот, одно без другого. Ну, как бы, по вере еще можно спастись, были такие случаи, но без веры вообще невозможно. Вот, поэтому, значит, любой христианин знает, что мы здесь временно, и мы, в любом случае, мы все умрем. Вот, другой вопрос. Мы, как и все люди, грешные, грешим. То есть, ты должен быть к этому готов. Святые отцы к этому призывают, чтобы ты всегда был готов умереть, то есть, не грешить, ну, и держать себя в руках, так скажем, от грехов быть. Вот, что касается, вот, например, вот этой пандемии, там, коронавируса, там, или еще чего-то, Господь уже, еще, будь здесь на земле, ученикам уже все это сказал. Вот, я сделал выписки, ну, чтобы не ошибиться для себя. Это вот в Евангелии от Луки, 21 глава, 11 стих. Христос говорит, будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Вот, то есть, там, глады, моры. В принципе, мы, ну, глады – это землетрясения, а моры, мы вполне это можем сказать, что вот, вот, смотрите, уже сколько умерло их, да. Вот, какая-то там зараза идет, и всех умершляет. А до этого стиха в 9 стихе, значит, тоже Христос говорит, услышьте о воинах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть, но это еще не конец. Вот, любой христианин, как бы, он знает, да, вот, то, что, то, что, как бы, сейчас идет, в принципе, я уже говорил, да, что мы 40, ну, мне 37, если даже взять чуть больше, живем достаточно так расслабленно, то есть, никаких великих потрясений, таких всемирных, немножко расслабились, вот, это, конечно, неправильно, вот она тебе первая проверка. И такая, достаточно, ну, серьезная, то есть, не то, что там локально, как до этого, где-то там, птичий грипп, еще что-то, типа, нас не касается, а тут сейчас затронуло весь мир, вот, позакрывали границ, ну, там, и так далее. Вот, поэтому, в принципе, как бы, ну, мы спокойно, мы знаем, что этому всему надлежит быть, это будет, возможно, это, я говорю, репетиция такая, ну, хорошая, вот, возможно, там будет еще хуже что-нибудь в будущем, вот, значит, во всем нужно иметь, как бы, золотую середину, вот, в вопросах веры, конечно, нельзя быть тепло-хладным, то есть, здесь четко нужно быть горячим, вот, так написано, холодным, тем более, нельзя быть. А вот в вопросах, ну, принятия каких-то решений, вот, конкретно случилась такая беда, одни говорят, да, это ерунда, там, подумаешь, там, вот, все это тут раздули, вот, другие, наоборот, там, ой, столько смертей, там, здесь, я думаю, нужно выбирать золотую середину. Ну, как это, вот, ну, в Священном Писании об этом говорится, значит, нельзя быть беспечными, то есть, да, ладно, ерунда там, почему нельзя, то есть, это своего рода, как бы, будет, ну, мы будем искушать Бога, что ли. Вот, помните, в Евангелии от Матфея, 4 глава, там, 5 стих, значит, берет дьявол Христа, когда тот постился, уже заканчивал в пустыне, поставляет его в Иерусалиме на крылья храма и говорит, сбросься с крыши этого храма и приводит, значит, 90-й псалом, где там и о камень, значит, не приткнешься, вот, ну, что Христос сказал, Христос сказал, говорит, не искушай Господа Бога твоего, то есть, так же и здесь, если власти говорят, значит, что нужно, там, соблюдать карантин, нужно соблюдать все меры, там, безопасности, там, одевать какие-то маски, там, еще что-то, мало того, что, ну, я говорил, если карантин может затянуться и будет здорово, если у тебя будет какой-то запасишка небольшой, вот, а если там больше, еще лучше, ты сможешь себя прокормить и там еще кого-то дать, даже если ты живешь в городе, если у тебя квартира, ну, ничего страшного, то есть, в любом случае, надо иметь какой-то запас, вот, не надо искушать Бога, это говорю, как бы, для тех и про тех, которые, да, с нами Бог, все, нам ничего не страшно, мы там, Россия, не надо так говорить, потому что Бог может как раз наказать за, за беспечность, в книге, в книге притчи, прекрасная книга, царя Соломона, самого мудрого человека, 1 глава, 3 старый стих, пишет, потому что упорство невежд, убьет их и беспечность глупцов погубит их, вот, беспечность глупцов погубит, вот, поэтому не надо относиться к этому, ну, так, а бы как, ничего страшного, типа, ну, сказали сидеть дома, значит, не надо там разносить заразу, если какой-то случай или там один из семьи, там, добытчик, значит, надо пойти там купить что-то, ну, ты, значит, как-то сохранись, оденься там нормально, вот, вот, конечно, все христиане молятся и за президента, и за страну, чтобы это, ну, как бы, Господь сохранил нас, вот, возможно, Бог нас посетил, посетил, сильно, не сильно, мы это скоро узнаем, вот, потому что сейчас, в принципе, все в начальной стадии лично у нас в стране, вот, значит, ну, и что, как бы, подводя итоги, что хотелось, значит, сказать, чтобы не быть беспечными, это раз, иметь обязательно, в любом случае, после этой проверки, дай Бог, если мы выйдем из нее хорошо, иметь запас какой-то в семье, продуктовый, потому что, ну, мы верующие люди, мы надеемся на Бога, но, но, нам, людям, нужно каждый день кушать, желательно три раза в день, вот, поэтому, а еще семьи, дети, там, жены и так далее, должно что-то быть, даже, вот, у нас что-то было, ну, там, я ездил последний раз в район, ну, что-то немножко еще подкупил. Подведем итоги нашего разговора, значит, обязательно быть, не проявлять, как бы, беспечность, быть собранными, потому что это наша помощь властям и тем людям, которые борются с этой заразой, с этой бедой, то есть, выполнять указания, сидеть дома, и вот, что касается продуктов, у меня чего-то там не хватало, ну, я, говорю, был в районе, подкупил, значит, обязательно иметь какой-то запас продуктов, провианта, потому что, я говорю, ты можешь этим накормить свою семью и еще там даже кому-то помочь, даже если ты живешь там в квартире, в городе, все равно, пусть там будет какой-то кейс, какое-то отдельное место, где у тебя будет немножечко чего-то, то есть, так, как жили наши деды и бабушки, вот, это, это правильно, просто надо быть, ну, ко всему готовым, это проверка, возможно, дальше будет еще хуже, ну, и да поможет нам всем Бог выжить в этом, во всем, обязательно должна быть спасение души, задача должна быть это на первом месте, ну, и спасение нашей жизни, так же, то есть, будем, будем стараться, и помоги вам всем, Господи, Господи, благослови, вы видите кленовый сок, который мы собираем, говорят, коронавирус, ну, и вообще какие-то заразы, они переходят на человека, в общем, люди заболевают, в том числе, от слабого иммунитета, вот, а откуда в городе взять крепкий иммунитет, с мохито там, или, не знаю, сколько, колы какой-нибудь, ну, это, конечно, вот, например, мы живем здесь, деревня, слава Богу, сейчас весна, пошел сок, это кленовый сок, будет еще березовый, то есть, это вот как раз те моменты, те плюсы жизни на земле, ну, которые помогают увеличить иммунитет, у человека здоровье, то есть, поднять, вот, это у нас такой, я так называю, экспортный вариант, то есть, это мы продаем в город, слава Богу, есть такая возможность, вот, в том числе, у горожан теперь появилась возможность тоже поднимать свой иммунитет нашим кленовым натуральным, стопроцентным натуральным соком, он мороженое, его размораживаешь и пьешь себе на здоровье, так что будьте здоровы! А кто вы надеете, что у меня коза болит? Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал, впереди будет много интересного и полезного! Субтитры сделал DimaTorzok